Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск Лайф. Я Мария Вересневич, и мы начинаем. О том, что Бабруиск есть свой технопарк, знают немногие. Скажите, почему именно наш город? Есть достаточно множество факторов, которые говорят о том, что Бабруиск, в принципе, может стать и может быть достаточно интересным. Что такое технопарк и что о нем нужно знать? Технопарк должен служить мостиком. Мостиком таким, который проведет наш стартап. Это работает, и это в последующем перспективе принесет хорошие дивиденды. Беларусь делает акцент на создании уникальных продуктов. Из этого складывается технологичный суверенитет нашей страны. Мы можем предоставлять офисное помещение, можем инвестировать, вкладываться в оборудование. Самое перспективное направление у нас информационные и компьютерные технологии, информационная безопасность, биотехнологии, зеленая химия. Андрей Александрович, здравствуйте. Беларусь делает акцент на создании уникальных продуктов. Из этого складывается технологичный суверенитет нашей страны. О том, что Бабруиск и свой технопарк, знают немногие. Скажите, почему именно наш город? Я так скажу, что наш технопарк, Инката, он имеет изначально такую региональную направленность. Потому что, когда мы появились, это был 2019 год, в принципе, уже во всех областных центрах, в столице нашей страны уже были технопарки. И когда мы думали, а как нам развиваться в таком случае, скажем так, чтобы найти какую-то свою нишу в этом движении, то мы решили пойти именно в города, такие достаточно крупные, но не областные, скажем так, и не столицы, не Минск. И вот мы сосредоточились именно на поддержке стартапов, на поддержке бизнес-идей и инновационных проектов в таких вот, скажем, средних городах нашей республики. То есть мы и в Молодеичном работаем, в Смолевическом районе мы работаем, и в городе Бабруиске. Почему Бабруиск? Потому что здесь, можно сказать, несколько составляющих. Во-первых, из необластных центров это очень крупный город. И очевидно, что здесь гораздо больше возможности найти те самые идеи, просто потому что много, плотность населения создает такие предпосылки для, скажем, появления оригинальных, интересных идей и новшеств. Потом здесь достаточно много колледжей в Бабруиске. То есть я, например, в прошлом году объездил практически все колледжи, встречался с молодежью. Это достаточно интересные, мотивированные ребята, которые готовы, в принципе, что-то создавать и что-то внедрять. И, в принципе, они не против даже и так позитивно настроены к занятию бизнесом собственным. То есть есть у них какая-то предпринимательская активность. И это очень хорошо. Плюс в Бабруиске существует достаточно много таких серьезных промышленных предприятий. Значит, есть определенные технические компетенции и экспертиза у местного, скажем так, населения. Поэтому для начинающих предприятий, скажем так, найти здесь квалифицированную рабочую силу не представляет труда как бы. То есть вот есть достаточно множество факторов, которые говорят о том, что Бабруиск, в принципе, может стать и может быть достаточно интересным местом с точки зрения развития технопарка. Если говорить простым языком, что такое технопарк и что о нем нужно знать? Вот смотрите. Допустим, у вас появилась какая-то крутая идея, оригинальная идея. Вы хотите сделать собственный бизнес. Но вы, например, на сегодняшний день работаете где-то, да? И вам надо как-то отвлечься от своей работы, от своего заработка основного, да? И первые несколько лет, возможно, да, работать на то, чтобы этот бизнес запустить. Кто вам окажет поддержку в этот период? Есть такая теория, что, значит, оказывают поддержку либо друзья, либо семья, либо такие авантюристы, скажем так, да? То есть это и есть такая концепция трех F, да? Friends, Family и Fools. То есть, ну, как бы такие немножечко люди готовы пойти на риск, да? То есть на самом деле, действительно, на первых этапах развития бизнеса, какой-то своей идеей, вы больше вкладываете в нее, чем получаете. А жить-то как-то надо, да? И откуда-то нужна поддержка. И если вам не довелось завести там каких-то очень предприимчивых и богатых друзей, допустим, или у вас нет родственника-миллионера, то кто вам поможет на этом первом этапе? И вот во всех странах мира, это передовой международный опыт, создаются специальные организации, у которых есть ресурсы для того, чтобы вот взять за руку этого юного там или начинающего предпринимателя, да? А значит, и провести его через вот этот вот первый этап, когда происходит самое большое количество выгораний, самое большое количество таких вот неудач, когда люди, поработав полгода в своем как бы деле, и так и не получив выручки, прибыли какой-то, они просто заканчивают это дело и просто идут опять там где-то наемным работникам работать. То есть, да, и если вот не существует или не создана в стране или в регионе вот эта экосистема поддержки начинающих предпринимателей на ранних стадиях их развития, то, к сожалению, 9 из 10 начинающих предпринимателей, они так и не доживают, да, вот в этом своем предпринимательском деле до каких-то реальных результатов. Они выгорают, у них заканчиваются деньги, и они думают, как же мне быть, они идут на работу, на обычную, а уже после работы ничего не хочется, как бы, да, и дело потихонечку затухает, к сожалению. И вот именно технопарки, они призваны, скажем так, да, оказать вот эту поддержку. Значит, сделать так, чтобы вот этот начинающий бизнес, он не прекратился вот из-за вот этих вот, к сожалению, таких объективных причин, да, потому что надеяться, что у всех есть родственники или богатые друзья, но не приходится. А если у человека есть действительно какая-то инновационная идея, а инновационная идея всегда по необходимости связана с более высоким уровнем риска, да, вот одно дело открыть парикмахерскую, здесь все понятно, как бы, да, то есть есть сотня парикмахерских, я открываю 101-ю, здесь мне, как бы, вроде бы, все понятно, да, понятна бизнес-модель, какие инвестиции надо, когда у меня будет первая выручка. А если это новый продукт, допустим, которого не было на рынке, я вложусь сейчас в него, да, там, продам квартиру или почку, допустим, свою, да, и, значит, туда направлю все свои ресурсы, которые возьму в долг у друзей, у родителей, там, у братьев, сестер и так далее, у своих родственников, вложусь, а эта идея не выстрелит, как бы, она прогорит. Вот этот продукт, он не понравится или не пойдет на рынки, да, потому что мы не знаем, как бы, еще, да, его свойств. Это так называемый маркетинговый риск, вот, инновационной деятельности. Или у меня была классная идея, допустим, но с точки зрения ее возможности реализации оказалось, что она нереализуема, допустим. Это технологический риск, да, то есть, и вот инновационные проекты, они как раз-таки характеризуются повышенным маркетинговым и технологическим риском. И человек редко готов рисковать всем, что у него есть, да, если, ну, скажем так, шанс на успех, там, примерно 30%, допустим, да, ну, а 70% на неудачу, да, но именно ведь такие проекты, они и двигают нашу, вот, научно-технический прогресс, экономику вперед. То есть, именно когда появляется, то есть, если появится 101-я парикмахерская, скорее всего, страна этого не заметит. И прогресс, ну, как бы, тоже не сдвинется с места, да, а когда именно появляются новые идеи, новые продукты, новые услуги, это, именно это движет экономику и общество вперед. И задача технопарка выбрать вот эти вот жемчужины, скажем так, да, вот эти вот идеи, поддержать их, чтобы они не умерли, вот, да, вот это так и называется. Первый этап, даже вот в теории такой инновационной деятельности, он называется «долина смерти». То есть, вот первые несколько лет, пока не начались первые продажи, да, пока надо вкладываться в разработку, в совершенствование технологии, там, в продвижение и так далее. Пока нет первой выручки, это называется «долина смерти». И действительно, многие так и остаются в этой долине, скажем так, да. Технопарк должен служить мостиком таким, который проведет наш стартап, нашего начинающего предпринимателя через эту долину, скажем так. И у нас, как у технопарка, есть для этого определенные ресурсы. То есть, существует инфраструктура, производственное помещение, мы можем предоставлять офисное помещение, можем инвестировать, вкладываться в оборудование, покупать инструменты, то есть, да, чтобы не только вот этот начинающий предприниматель рисковал тем, что у них есть, но мы готовы подставить плечо и помочь этому предпринимателю, скажем так, да, вот какими-то первыми, пусть это не супер какие-то крупные инвестиции, но тем не менее. Да, как бы, какими-то инвестициями для того, чтобы ему попроще было, значит, осуществлять свою деятельность. Дорогие наши дети, вы самое важное, что есть в нашей жизни, жизни старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны, своей страны. Пусть все у вас получится. В середине 90-х серьезное занятие наукой или творчеством среди молодых людей становилось все менее престижным. В стране стали проводители направленную политику по поддержке белорусской науки и национальной культуры. Одним из ее приоритетов стала помощь талантливой молодежи. В эти годы родилась идея создания специальных фондов президента по поддержке талантливой молодежи и одаренных учащихся и студентов. Говорил всегда и повторю сегодня, для Беларуси талантливые люди, интеллект, нации – это самое большое богатство. Если есть такие люди, мы справимся с любыми вызовами, может быть, обойдемся без большого количества нефти и природного газа. Залог сохранения суверенитета и государственности – это тоже вы. Вы – будущее вообще. В 96-м Александр Лукашенко своими указами воплотил эту идею в жизнь. За четверть века существования президентских фондов поощрения получили около 46 тысяч ребят, более 4 тысяч педагогов и научных работников, почти 400 коллективов. Десятки лабораторий в учреждениях образования смогли обновить свою учебную и производственную базу, исследовать и внедрить в практическое использование ряд передовых методик и разработок. Готовый образец обладает всеми свойствами, как тетропак, но есть основные преимущества. Во-первых, он биоразлагаем полностью. В зависимости от количества слоев он может в разное время, то есть от 1 месяца до 12 удерживается жидкость. Он водонепроницаем. За счет того, что вот это основные компоненты, которые включены в биопак, они просто склеены. Вот этот слой с тем же самым углем, он не пропускает вот зафилетовое излучение, то есть свет, и поэтому молоко не скисает. То есть, если вам оказать поддержку, вы создадите это производство? Да. Одно дело – поощрить талантливую молодежь, а совсем другое – найти одаренных ребят, помочь им увидеть свой талант и раскрыть его полностью. Задача не из легких, но тем интереснее. В 2021-м в Беларуси заработал национальный детский технопарк. За время работы здесь прошли обучение почти 2000 учащихся 9-11 классов. Состоялись 25 образовательных смен продолжительностью 24 дня каждая. Конкурс на обучение в среднем 3 человека на место. Самое перспективное направление у нас – информационные и компьютерные технологии, информационная безопасность, биотехнологии, зеленая химия. Пристальное внимание технопаркам со стороны государства уделяется не случайно. В условиях санкции обостряется потребность экономики в отечественных научно-технических разработках, а также их быстром внедрении в серийное производство. Этой проблемой Государственный комитет по науке и технологиям занимался и ранее. Технопарки созданы во всех областных центрах, а также Новополоцке, Пинске, Горках, Бобруйске и Молодечном. Все эти технологии уже опробованы и работают. И наша задача сейчас стоит в том, чтобы доказать нашим сельхозпроизводителям, что это нужно, что это работает, и это в последующем перспективе принесет хорошие дивиденды, и они получат хорошую прибыль. Задача в том, чтобы ускорить процесс внедрения разработок в производство. Государство создает производственную и технологическую инфраструктуру, предоставляя здания, коммуникации, оборудованные помещения для производства, научно-исследовательской и конструкторской деятельности. На базе технопарков создано более 4000 новых высокопроизводительных рабочих мест с хорошей заработной платой. За ними идут и предприятия. И важно для людей это стабильность. Стабильная заработная плата. Да, конечно, хотелось бы, чтобы зарплата была выше, и мы тоже с нетерпением хотим быстро притворять жизнь, потому что людям надо создать условия достойно зарабатывать. Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Национальной академией науки при участии Министерства образования и других заинтересованных на регулярной основе проводит республиканский конкурс инновационных проектов, где рассматриваются социально значимые программы различной стадии реализации. Участие в таких проектах очень важно для нашего подрастающего поколения, ведь наша задача – это создать все необходимые условия для детей, чтобы они могли творчески самореализовываться. Многие из нас сегодня знают, что хотят добиться, до каких высот добраться. И президент всегда советует – делайте все вовремя. Позже это сделать будет труднее – захлестнут другие дела. Стремиться к успеху необходимо прежде всего на родной земле. И для этого в нашей стране делается все необходимое. А как оцениваете возможности белорусских технопарков? Ситуация радикально изменилась, да, вот очень серьезно. То есть 2020-й можно смело назвать переломным в инновационном развитии страны? Развитие вот этой инновационной инфраструктуры, поддержки малого инновационного предпринимательства, он действительно стал таким судьбоносным. Думали ли вы когда-нибудь, что станете директором? Еще в детском садике я говорил, что я хочу стать директором бобруйского филиала технопарков. А как оцениваете возможности белорусских технопарков и как, на ваш взгляд, поддерживают государство в полной или мере? Смотрите, здесь очень важно, вот мы много лет технопарки скорее в нашей стране воспринимались просто как есть некая территория, здание, где есть какие-то помещения. И мы, значит, просто вот есть какие-то предприниматели, мы их просто размещаем на наших площадях и они там существуют, как бы, да, то есть и в этом заключалась долгие годы, как бы до 2018 года функция технопарка просит, да, то есть вот такая вот история. Но плюс резиденты технопарка имеют определенные еще налоговые льготы на свою инновационную деятельность. Вот, но ситуация радикально изменилась, да, вот очень серьезно, коренным образом изменилась, когда в 2018 году решением главы государства были созданы фонды инновационного развития технопарков. То есть резиденты, когда они уже вырастают, скажем так, у них уже идут продажи, выручки, прибыль, проходят ту самую долину смерти и уже стоят прочно, как бы, да, на своих ногах, скажем так, им уже не нужны подпорки, да, они уже, значит, готовы сами отдавать немножко, да, своего успеха, делиться своим успехом с начинающими предпринимателями, да. И для вот этого механизма, да, скажем так, распределения этого успеха существует фонда инновационного развития технопарка. Что это значит? Когда резидент вырос, когда у него есть показатели хорошие, часть своей прибыли он отчисляет в этот фонд. Получается, что и на эту часть, вот на эти отчисления в фонд он применяет налоговую льготу по налогу на прибыль, да, то есть он как бы ничего не теряет. Фонд нам интересно, чтобы этой прибыли у него было больше, значит, нам интересно его развивать, как бы, да, чтобы он был более эффективным, успешным, мы его везде продвигаем, чтобы вот это отчисление от прибыли было больше и больше, как бы, чтобы у нас сформировался этот фонд. И вот этот фонд, его главное предназначение – вложение в начинающие бизнесы. То есть это не просто помещение, не просто какие-то кабинеты или производственные площадки, это множество услуг. Это и услуги в области научных исследований и разработок, конструкторской разработки, технологической. Это услуги в области маркетинга, мы там делаем сайты для наших резидентов, там продвигаем их в соцсетях, снимаем ролики какие-то рекламные, там, знаете, ну вот это целое направление деятельности. Если им надо бизнес-план разработать, допустим, да, для инвестора, к примеру, да, они хотят расширяться, они нашли инвестора, тот требует бизнес-план. Бизнес-план – это тоже очень серьезный такой документ, он очень сложный, и мало кто даже из крупных предприятий может это осилить. Обычно они кого-то нанимают, да. Здесь тоже мы подставляем плечо, у нас есть компетенции такие, и мы, значит, разрабатываем вот бизнес-планы, например, для этих предприятий, да, для того, чтобы привлечь те самые инвестиции. Ходим с ними в банки, тоже там рассказываем, какие они молодцы. Есть специальные кредитные ресурсы для резидентов технопарков, кстати, под льготный процент. Ходим с ними в фонды, выбиваем там какие-то деньги там на их проекты, то есть, да, способствуем, чтобы они участвовали на выставках-ярмарках, чтобы продвигали. То есть, это целый комплекс бизнес-услуг, да, которые как раз-таки и направлены на то, чтобы дать быстрый старт новому бизнесу, да, то есть, потому что человек даже бывает, даже бывает так, что и деньги есть, но он даже не знает просто, что делать. Вот как ему продвигать, почему мне не покупают, да, как мне продвигать, где мне искать свою аудиторию там и так далее, да. То есть, здесь тоже у технопарка, поскольку мы специализируемся на этих бизнес-услугах, у нас есть определенные компетенции. И вот благо, что мы создали, нам вот в стране были созданы эти фонды инновационного развития, потому что сейчас есть источник, с помощью которого мы можем привлекать лучших в стране специалистов по бизнес-планированию, по маркетингу, по бухучету там и так далее, да, то есть, если какие-то вопросы возникают, лучших в стране специалистов, и можем платить им деньги, которые не может платить пока вот этот начинающий предприниматель для того, чтобы они оказывали им услуги и продвигали вот эти вот новшества, понимаете. То есть, это целое, вот я говорю, что работающий действенный механизм, да, целая система такая, которая позволяет вот это движение как бы развивать. И когда наши вот эти вот резиденты подрастают, они сами выходят на определенные показатели, они уже начинают больше не забирать у нас ресурсов, а отдавать этих ресурсов, вот делиться опять же своим успехом, чтобы вот это вот колесо, оно прокручивалось как бы снова, снова и снова, да, то есть их прибыль, значит, поступает в наш целевой фонд, и мы поддерживаем новых резидентов наших новых предпринимателей. Вот это основная идея нашей деятельности и идея технопарка, скажем так. А сколько в Бабырском технопарке резидентов и что он собой представляет? Да, на сегодняшний день у нас пять резидентов, это две уже более-менее состоявшиеся компании, которые, значит, реализуют новые инновационные проекты, в основном это проекты в области импортозамещения, потому что когда были приняты вот меры санкционного давления, да, вот это, то сразу актуализировался вопрос импортозамещения. И вот бобруйские предприятия, ну, можно сказать, там, частично и с нашей помощью, и они и сами как бы горели, да, этими проектами, этими идеями, они быстро нашли ниши свои, где они могут, да, что они могут импортозаместить, и, скажем, реализовали два успешных, классных проекта, экспортоориентированных, ну, в основном это российский рынок, скажем так, да, и уже на сегодняшний день они там в два раза увеличили свою выручку, прибыль там, значит, вот за эти несколько лет, как бы, да, и эти проекты уже, можно сказать, являются такими успешными. Плюс еще три резидента у нас, это резиденты, которых мы, значит, отобрали по результатам конкурса, который мы провели в прошлом году, конкурс бизнес-идей, он проходил в Бобруйске, при поддержке Бобруйского горисполкома, Минского облисполкома, там наших, других наших партнеров, скажем так, да, по вот поддержке предпринимателей, да, вот в том числе в городе Бобруйске. Значит, и мы провели, у нас было больше 200 участников в этом конкурсе, мы отобрали 20 финалистов и потом два победителя. Они тут, то есть, тоже стали нашими резидентами, и еще один финалист, мы тоже им предложили, он тоже стал нашим резидентом. То есть, у нас сейчас 5 резидентов, но мы на этом не собираемся останавливаться. 5 резидентов – это скромный показатель для, значит, технопарка. То есть, у нас сейчас есть идея вместе с Центром поддержки предпринимательства Бобруйским провести еще один конкурс, он будет называться «Ростки бизнеса». Значит, он будет проходить тоже в Бобруйске и для жителей Бобруйска, скажем так, для того, чтобы нам отобрать еще одну, скажем так, еще одно поколение наших резидентов. Вот это будет поколение 2024 года, которое мы тоже будем способствовать их продвижению, их успеху. Вот. Это будет деятельность, мы, по крайней мере, сейчас планируем, так что эта деятельность будет осуществляться на постоянной основе. Каждый год мы планируем проводить вот эти конкурсы для того, чтобы, скажем, находить эти идеи и их продвигать, и их поддерживать. То есть, 2020-й можно смело назвать переломным в инновационном развитии страны? 2018-й. 2018-й. Да, 2018-й, когда… Ну, смотрите, инновационное развитие может осуществляться на разных уровнях. Да, вот что касается технопарков, это все-таки поддержка малых и средних предприятий. Да, вот если говорить о поддержке микро-малых организаций, средних организаций, то 2018-й год с точки зрения развития вот этой инновационной инфраструктуры, поддержки малого инновационного предпринимательства, он действительно стал таким судьбоносным. Ну, если говорить о поддержке крупных инновационных проектов, то система эта выстроена уже давно. То есть, и у нас действительно, и мы когда вот всю эту историю, когда она задумывалась, основным обоснованием было то, что да, у нас есть инновационное развитие, у нас хорошие показатели по этому направлению, действительно внедряется много новшеств, но в основном, если говорить про государственную поддержку, она была сосредоточена все-таки на какие-то крупные проекты, на крупных предприятиях-гигантах. Вот, например, Белшина, допустим. Вот отличное предприятие, чтобы реализовать какой-нибудь классный крупный инновационный проект. И это действительно так. И это такая важная составляющая поддержки инновационной деятельности страны. Но если мы говорим о малом и среднем бизнесе, то здесь был определенный пробел, который мы заполнили, этот пробел с помощью вот такого интересного механизма. Кстати, вот этот механизм, вот я ездил много по СНГ и так далее, в разные страны. Все удивляются, все просят у нас поделиться опытом, потому что это достаточно такая уникальная история. Это круто. Да, то есть мы не просто там у кого-то подсмотрели и позаимствовали, а это как бы оригинальная разработка, скажем так. А можем ли вы называете какие-то итоги работы? Итоги работы, ну они, конечно, знаете, это уже, если говорить о цифрах, например, да, то у нас на сегодняшний день, значит, создано именно в Бобруйске уже резидентами технопарка за вот этот период 50 рабочих мест. И выручка уже составляет больше 60 миллионов рублей, то есть вот этих вот, по вот этим вот инновационным проектам, скажем так. То есть это, ну не то чтобы в масштабах, наверное, вот этих крупных инновационных проектов на больших предприятиях, это не то чтобы супербольшие цифры, да, но тем не менее для развития малого-среднего бизнеса это уже достаточно серьезно. Да, то есть вот поэтому на сегодняшний день уже есть определенные результаты, есть чем гордиться. Особенно я радуюсь, вот у нас были вот эти вот резиденты, с которыми мы начинали, они были убыточные некоторые, да, то есть они в минусе были, а сегодня это прибыльные классные предприятия, как бы, которые развиваются, которым уже не хватает, им уже тесно, они хотят уже расширяться, понимаете. То есть, ну есть, здесь главное вот решиться на вот внедрение этих новшеств и проявлять вот эту активность, да, именно. Находить быстро свою нишу, быть таким гибким в этом мире возможностей, да, которые сегодня существуют. Вот, и кто такую гибкость, такую активность проявляет, то, ну, есть, конечно, есть и не очень хорошие, скажем, исходы, да, то есть, но тем не менее, когда получается, это приносит, ну, серьезные такие результаты, вот. А что кроме идеи нужно для того, чтобы стать резидентом? Значит, ну, знаете, вот, для того, чтобы стать резидентом, кроме идеи, вот я вот, знаете, вот хочу сказать, я встречаюсь с десятками начинающих предпринимателей. Буквально вот каждый год, каждый месяц, да, и там это идет счет на, ну, в год это, наверное, там 15-20, да, вот таких вот с горящими глазами, вот они приходят, хотят что-то, да, там. Это просто прекрасно, я всегда радуюсь, когда вижу вот этот огонь, когда вот эту искру, желание действовать, да, но вот есть интересные идеи, да, но когда у человека появляется идея, и он приходит в технопарк, то, вот, знаете, вот все-таки, я не знаю, надо понимать, что все-таки основная энергия и основное время, которое надо инвестировать в идею, это все-таки энергия и время самого предпринимателя. Мы, конечно, поддерживаем, но все-таки основная скрипка, скажем так, в этом оркестре, да, основная партия, да, за вот этим предпринимателем. И многие просто не справляются, они даже не ожидают иногда, что надо работать там по 20 часов в сутки, да, там спать по 3-4 часа, чтобы там делать там иногда вещи, которые, ну, не хочется, вот особенно продвижение, надо ходить, искать клиентов, то есть не все к этому готовы, да. Вот есть какой-нибудь технарь, и у него классная идея, но от идеи до работающего бизнеса надо вложить просто огромное количество времени, огромное количество энергии. И здесь вот я всегда, знаете, вот сравниваю именно роль технопарка, вот знаете, как вы приходите в спортзал, да, и жмете от груди, да, вот, значит, штангу, да, и вот у вас уже там на восьмом жиме, да, уже нет сил для того, чтобы ее, ну, уже дожать, да, скажем так. И вот подходит ваш тренер, допустим, и одной рукой как бы вам помогает, и у вас все получается, да. Основное усилие, да, там 90% усилия идет от того, кто жмет, да, а тренер, он лишь контролирует, смотрит, чтобы техника была не нарушена, сопровождает, и когда надо, вот, помогает, поддерживает. Но люди бывают к этому не готовы, что им именно надо будет вкладываться по полной, и поэтому происходит все-таки выгорание. Поэтому я говорю, кроме идеи, надо, чтобы у человека была готовность работать над этой идеей. Каждый день желательно, да, то есть вкладываться в эту идею. Вот если этой готовности нет, ну, мы видим, что даже, вот, мы там купим какое-нибудь оборудование или еще что-то, но если у человека нет вот этого, скажем, мотивации какой-то, желания реализовывать, то даже наши какие-то, вот, наша помощь даже, она не поможет. У нас уже, к сожалению, были, и в том числе и в Бобруське были проекты, мы там все предоставляем площади бесплатно. Говорим, какое вам надо оборудование, давайте мы вам купим тоже там, на пару лет вам дадим бесплатно. Но они почему-то ничего не происходят, как бы, да, то есть, вот, говорим, давайте, вот, уже, значит, вплоть до того, что доходит, вот, есть проект, говорим, давайте, вот, все, заплатили уже, нашли подрядчика, чтобы делать бизнес-план, ой, у меня нет времени, давайте я вышлю данные там через неделю, и вот как-то это все затягивается, затягивается, то есть, и мы видим, что человек, он сам не решился вот сделать этот шаг, чтобы полностью отдаться вот этому проекту, скажем так, да, ну, и тогда ничего не получается. То есть, мы рассмотрим идею любую, понятно, что мы посмотрим, насколько она проработана, да, там, есть ли у нее перспективы, то есть, ну, это же тоже важно, как бы, да, для нас, значит, но, как правило, если человек активен, и если идея действительно характеризуется признаками инновационности, вот это очень важно для, значит, резидента технопарка, что все-таки мы, если вы придете с проектом, я хочу открыть СТО, например, да, вот, новое, да, или там шиномонтаж, грубо говоря, да, то мы немножко напряжемся, потому что это как бы, с первого взгляда, как будто это не наш проект. То есть, если это бизнес, или если это проект, идея, которая уже сто раз реализована, и в этой идее нет никакой новизны, то, скорее всего, это не наш проект. То есть, помимо того, что должна быть бизнес-идея, да, эта бизнес-идея все-таки должна быть связана как-то с инновационностью, и должно быть у человека желание ее реализовывать, и он должен находить для этого, по крайней мере, такой ресурс, как собственное время. Вот это вот очень важно для нас. Залог успеха. Именно, да. А как считаете, сделанное в Беларуси уступает импортному? Я, вы знаете, как вам сказать, смотря в чем, здесь нету такого, знаете, общего, нету никакого такого закона природы, что то, что сделано в Беларуси, оно обязательно хуже или обязательно лучше, чем, скажем, зарубежное, да? То есть, это нету такого, что там Господь, как бы создавая мир, он решил вот как-то особенно отметить именно вот Беларусь или Восточную Европу или еще кого-то, да? То есть, ну, такого принципа нет. Есть продукты, у нас есть резиденты, ну, пока что это еще не, скажем, в Бобруйске, да, которые продают свои разработки, свои продукты уже в США, например, в Германию, в скандинавские страны, и они там на этих рынках, да, которые традиционно считаются там самыми продвинутыми, да, с точки зрения инновационного развития, они спокойно конкурируют и, значит, получают оттуда выручку и прибыль, как бы, да? То есть, нету, это нормальная история. То есть, главное тут, знаете, вот, ну, нет, не надо так вот, знаете, таким страдать провинциализмом таким, знаете, вот, что вот мы тут какие-то не такие, что вот мы, что все, что не сделаем, все плохо. Нету такого. У нас создаются продукты, которые спокойно могут конкурировать с зарубежными аналогами, даже на их рынках. То есть, не надо никаких даже там санкций, пошлин, там, еще что-то, чтобы эта продукция взлетела. То есть, есть компетенции, к счастью еще, да, в нашей стране, как бы, создана серьезная научно-техническая, да, образование, как бы, система, которая выпускает кадры прекрасные, технические. Вот посмотрите, у нас даже по рейтингу образования, вот, если вы посмотрите, вот есть такой глобальный инновационный индекс, и там есть составляющие, да, и есть развитие системы образования. Мы стабильно входим в 20 самых продвинутых стран мира по системе образования. Ну, и не может быть такого, что мы создаем прекрасные кадры, да, а они не могут потом создать классную продукцию. Могут и создают. И мы видим это уже сейчас, то есть, поэтому нет, здесь главное только не страдать вот этими комплексами, развивать, вот, если есть идея, спокойно ее развивать, не оглядываясь ни на кого. И я думаю, что здесь мы не обречены на неудачу, скажем так. Мы спокойно можем добиваться каких-то успехов. Вот, поэтому я бы так ответил на этот вопрос. Хорошо, если можно, немного поговорим о вас. Думали ли вы когда-нибудь, что станете директором Бобруйского технопарка? Ну, практически еще в детском садике я говорил, что я хочу стать директором Бобруйского филиала технопарка. Ну, конечно, нет. То есть, это как-то, знаете, складывалось эволюционно, потому что по большую часть своей именно трудовой деятельности я был занят научными исследованиями и разработками в области социально-экономического развития. Да, я работал в Институте системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, скажем. Да, это ГУ Белысаток, вот называется. Там я проработал в общей сложности больше, там, 10 лет. Работал в Центре стратегических исследований Академии наук и постоянно выполнял работы, которые были связаны и направлены с какими-то предложениями, мерами, как усовершенствовать научно-техническое, инновационное развитие и так далее. И вот я работал, 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 жил в мире теории, а потом в какой-то момент решил, а почему бы от теоретических каких-то своих изысканий, не попробовать реализовать их самостоятельно своими руками на практике. Знаете, как вот когда пишешь отчеты о Нирах, все кажется так просто, так легко, вот на бумаге, да, что вот я бы сделал вот так или вот это, да, почему другие так не делают. А потом, когда вот на практике это реализовываешь, то начинает приходить понимание, да, что не все так просто, как было на бумаге. Поэтому, можно сказать, вот такая у меня лично была эволюция от больше такого теоретического человека, да, который занят был больше вот какими-то исследовательскими вопросами, к уже практической работе с предпринимательским сообществом. Но я не жалею, я хочу сказать, потому что все-таки общаться с текстом или с числами, это не так интересно, как взаимодействовать с реальными людьми, которые ходят по земле, с которыми можно поговорить, что-то обсудить, что-то реализовать, да. Все-таки, когда ты работаешь просто исследователем, то твой результат – это какие-то отчеты, тексты какие-то там, расчеты, справки, записки аналитические там и так далее, да. Когда ты работаешь уже в практической сфере, то ты видишь, как твои идеи, они вот прямо реализуются на глазах, да. Там вот не было в Бобруйске филиала технопарка, и вот он появился, да, то есть это уже результат. Вот. Не было этих проектов, они реализовались, да. Вот мы уже видим, как бы, можно потрогать, как бы, увидеть глазами. Это всегда, скажем так, мотивирует, не дает выгорать. Вот. Поэтому это более… Ради этого стоит работать? Конечно, конечно. А каким вы видите Бобруйский технопарк через лет так 5-10? Я думаю, что это будет один из лучших технопарков страны. Потому что мы сейчас вкладываем сюда достаточно много и собственных сил, и финансовых ресурсов для того, чтобы его развивать, для того, чтобы создать, во-первых, для наших резидентов действительно современную, продвинутую инфраструктуру, значит, для того, чтобы вот производственная площадка, она не выглядела, как, знаете, там, цех какой-нибудь разбитый, раздолбанный, да, чтобы вот люди приходили, и чтобы это было даже вот просто красиво, чтобы приятно было там находиться, да, то есть, что производственная деятельность, да, это не что-то такое там страшное, неуклюжее, там, неприятное, что это может быть классно выглядеть. Вот. Потому что вот мы видим, что даже вот среда, в которой находится человек, она тоже его формирует, да, вот, значит, вот место, в которое он приходит, это тоже очень важно. И мы вот сейчас действительно и большие деньги тратим для того, чтобы вот резидентам нашим было комфортно, было удобно работать. И вот этот опыт, который мы реализуем с вот этими конкурсами, это пока мы только делаем в Бобруйске. Вот. То есть мы хотим именно вот... Бобруйск для нас это как, знаете, вот экспериментальная такая площадка, да, для того, чтобы опробировать самые современные инструменты поддержки предпринимателей. Поэтому я думаю, что может быть, конечно, мы не сравнимся, знаете, с масштабами Минского городского технопарка или Могилевского технопарка или Брестского. То есть это... Ну, туда вложены там вообще сотни миллионов рублей, как бы, да, то есть и действительно они выглядят сейчас очень солидно, скажем так, да. Но мы хотим больше развивать именно не просто вот эти здания, стены там и так далее, хотя это тоже очень важно, как я сказал, но мы хотим именно развить сервисы, которые предоставляют бизнес-услуги, современные и продвинутые. Вот это будет какой-то, знаете, вот уникальный опыт, да, что вдали, скажем так, от столицы, да, что у предпринимателя есть возможность пользоваться услугами лучших специалистов, да, которые могут предоставить самые такие качественные бизнес-услуги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!